Атава-Ихсан представляет Проклинание Одним из легко совершаемых грехов является проклинание кого-либо или чего-либо. В исламе это считается большим грехом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал «Ругательство мусульманина – грех, убийство мусульманина – куфр». В другом хадисе сказано Проклинание му'мина – подобно его убийству. Известен также и такой хадис «Мусульманин не будет надсмехаться, проклинать, сквернословить, не будет бесстыдным и говорить похабные слова». Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал «Когда раб проклинает кого-либо, проклятие поднимается на небо, но перед ним закрываются все небесные врата. Тогда оно возвращается на землю, где перед ним тоже закрываются все врата. Тогда оно идет на проклятого. Если он не заслуживает его, оно возвращается на того, кто произнес это проклятие». Имран ибн Хусейн рассказал «В одной поездке с нами была женщина из ансаров. Когда верблюд, на котором она сидела, закричал, она прокляла его». Услышав это, пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал «Снимите, что на нем, и оставьте его. Поистине, он проклят». Я, как сейчас, помню, как тот верблюд пройдил среди людей, и никто не обращал на него внимания. Но вместе с тем в Коране и в хадисах передано, что разрешается проклинать тех, кто совершает определенные грехи. Так пророк, саллиллаху алейхи вассалам, проклял тех, кто использует риба, кто поручает это другому, и того, кто это риба, записывает. Также он проклял тех, кто громко кричит, когда их настигает беда, рвет на себе одежду, бреет голову при несчастье, выщипывает свои брови и выщипывает их другим. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалам, проклял тех, кто проклинает родителей, и даже того, кто поругал мать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, проклял тех, кто совершил грех народа пророка Лута, садомский грех. Проклят тот, кто совокупится с животным, того, кто ходит к так называемым прорицателям, ясновидцам и верит им. Проклял плакальщицу и даже тех, кто был рядом с ней, поэтому надо держаться подальше от плакальщиц на похоронах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, проклял того, кто стал имамом людей против их воли. Женщину, которая прогневала мужа и провела ночь в таком состоянии. Того, кто услышал призыв на молитву и не ответил. Проклял вора, проклял тех, кто ругал асхабов. Не выплачивает закат, бьет животного по лицу, старается изменить решение судьи в чью-либо пользу. Проклят тот, кто оставил повеление добром и предостережение от плохого, когда имел возможность сделать это. Проклят тот, кто пьет хмельное, кто производит, перевозит его, употребляет от него доход. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал «Аллах, я и каждый пророк, которым отвечают на мольбу, прокляли, отвергающих предопределение Аллаха, добавляющих что-либо к книге Аллаха, тех, кто возвеличивает, унижающих Аллаха, и унижающих тех, кто возвеличил Аллаха, разрешающих запрещенное и запрещающих разрешенное, тех, кто оставляет сумму, того, кто скрывает шариатские знания, того, кто дает взятку и берет ее, и того, кто при этом посредничает, того, кто делает монополию, скупая что-либо с целью поднять цены. Прокляты те из мужчин, которые говорят, что не будут жениться, но все равно женятся, и женщины, говорящие, что не выйдут, но выходящие замуж. Да сохранит Аллах нас от всего того, что проклял он и его пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Великий имам Аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, сказал, «Нельзя проклинать человека, если мы точно не знаем, что он умер в неверии, как Абу Джахаль, фараон и так далее. Проклинание – это отдаление от милости Господа, откуда мы знаем, какой будет его конец». Да убережет нас Аллах от грехов. Амин. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Амин.